Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас среда. Не забывайте о том, что среда пришла, неделя прошла, но нам, конечно же, еще необходимо последить за оставшимися макроэкономическими событиями и, разумеется, посмотреть, как они отыграют себя по тем дуэтам и тандемам валютных активов, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Как и всегда, в ходе сегодняшнего брифинга анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках АМАК. Сегодня величина бонуса 6%, а что касается кодового слова, давайте тогда не будем откладывать на конец, как мы это всегда делаем, а анонсирую его прямо в самом начале. Поскольку очень интересный макроэкономический фонд сегодня касается как раз Канады, сделаем в качестве кодового слова как раз и этот регион. Канада. Величина бонуса 6%. Ну а теперь переходим к нашим вступительным активам и начнем, как и всегда, с динамики черного золота и позиции российской валюты. Актуальные котировки по бренду на текущий момент 48,56. Если проанализируем прошлые торговые сессии, то легко сможем прийти к выводу касательно того, что бренд продолжает находиться под давлением тех факторов и обстоятельств, которые мы закладывали в основу его движения. Это ключевой из них, конечно же, переизбыток, недостаточный спрос. Ну и в последнее время мы все чаще возвращаемся к локальным отчетам, делая ставку и на запасы нефти в США, и на актуальный новостной фон, касающийся статистики объемов производства. И сейчас у нас есть еще несколько также локальных факторов, опять же, по итогам вчерашней торговой сессии, что в целом усиливает нашу позицию, указывающую на то, что бренд имеет все предпосылки для еще большей коррекции и сохранения вот этой понижательной тенденции. Вчера мы следили за данными по запасам нефти США. Это частная оценка сначала от агентства API, сегодня уже официальные данные. Но поскольку мы уже знаем, из-за того, что сезонные обстоятельства и факторы сейчас снижают объемы выработки, соответственно, обработки нефти, запасы увеличиваются, и последние две недели мы видели, как этот факт находит свое отражение в фактических объемах, опять же, увеличения запасов. По версии API, запасы в США за последнюю неделю увеличились на 7,1 миллион баррелей. Это, конечно же, очень много. Я думаю, что официальная статистика сегодня будет примерно рядом с этими значениями, и получается, мы сможем заручиться поддержкой еще одного фактора, который продолжит оказывать давление на позиции черного золота. Плюс ко всему, вчера министр нефти Ирана сообщил о том, что в самое ближайшее время Иран планирует увеличить объемы производства нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Знали мы то, что рано или поздно этот ближневосточный регион станет еще одним новостным фактором и поводом для нас продолжать ставку на сел по WTI и Brent, и сейчас видим то, что этот фактор уже реализуется и, соответственно, дает нам дополнительную почву не отказываться от тех идей, которые предполагают ослабление позиций нефтяных активов. Сегодня пройдет встреча представителей ОПЕК и прочих руководителей, ключевых производителей нефти в мире. Как я уже отмечал в ходе вчерашнего брифинга, скорее всего, никаких прорывных решений мы не увидим. И не думаю, что эта встреча может как-то повлиять на актуальную динамику позиций нефтяных активов. Единственное, что может исправить ситуацию с нефтью, это, конечно же, заседание ОПЕК, которое пройдет в декабре, где снова будут поднимать вопросы касательно квоты производства. Вот если она будет снижена, тогда да, мы получим достаточный фундамент, чтобы снова пересмотреть свое позиционирование по черному золоту. И если квота по каким-то обстоятельствам все-таки может быть из-за солидарного решения и осознания того, что именно только ОПЕК может изменить текущую ценовую конвентуру, будет снижена, значит, уже будем искать уровни для потенциальных покупок долгосрочного характера. Ну а пока давайте смотреть за брендом, который снижается и, соответственно, позволяет нам верить в то, что наша ранее выставленная цель касательно коррекции бренда в район 47 будет реализована в самое ближайшее время. Хотя более, скажем, интересная цель это 45. Я думаю, что при неизменности текущего информационного фона мы вполне сможем добраться и до этого рубежа. Что касается российской валюты. 62.09 котировки на премаркете. Видим то, что рубль в целом все-таки находится под давлением. Налоговый период, как и предполагалось, не оказал существенной поддержки российской валюты. Как только он будет завершен, на рубль снова наклынет общая тоска и негатив касательно реальных медвежьих предпосылок движения черного золота. И это позволит нам снова делать ставку на то, что российская валюта будет дальше эвальвироваться, полномерно следя за позициями нефтяного актива, ну и двигаться к тем целям, которые были обозначены ранее. Это выше 65-ти девальвация. Ну, в идеале бы, конечно же, добраться до прежнего высокого уровня в районе 70-ти. В целом, новостной фон также не меняется. Вчерашний, скажем, акцент на уровень инфляционного давления в России также создает предпосылки для, разумеется, ожиданий того, что рубль и дальше будет демонстрировать вектор за вектором девальвации. Не забывайте также, что в конце этого месяца состоится очередное заседание Банка России. Но учитывая то, что за последнее время рубль неплохо отбил, скажем, несколько процентов стоимости у своего основного конкурента доллара, может быть, Центральный Банк России все-таки решит вернуться на тропу постепенного смягчения экономической политики и снизить ставку рефинансирования до 10%. Но в любом случае, для экономики это, конечно же, будет позитивный фактор. Но российской валюте, скорее всего, исходя, опять же, из чисто экономических, теоретических терминов, придется тесниться и по этому поводу тоже. Идем дальше. Европейская валюта по итогам вчерашней торговой сессии смогла показать небольшой прирост. В целом это также было несколько странно, потому что мы следили за данными по индексам цен производителей и на фоне тех отчетов, которые мы получили, был только исключительно один негатив, потому что индекс цен производителей в месячном эквиваленте просел на 0,4% против прогноза снижения на минус 0,1%. Годовой показатель минус 2,1%. Чтобы не ходить вокруг да около, сразу хочу сказать то, что индекс цен производителей как раз тот новостной фактор, макроэкономический релиз, который создает основу для роста индекса потребительских цен в целом. И если мы знаем уже, что этот отчет по уровню инфляционного давления в рамках еврозоны и валютного блока, соответственно, ушел по итогам прошлого месяца на отрицательную территорию, минус 0,1%, учитывая столь разочаровывающие данные по индексу цен производителей, давление на общие показатели по инфляции будет еще более существенным. И, как я отмечал, без должной поддержки и стимула со стороны Европейского центрального банка нам можно готовиться к еще более удручающим данным по валютному блоку, соответственно, к еще большему снижению потребительской активности и более слабым темпам экономического роста, что долгосрочно для европейской валюты, разумеется, один исключительный негатив. Почему евро показало рост по итогам вчерашней торговой сессии? Напомню, что в понедельник мы наблюдали за очень слабой статистикой китайского происхождения и, судя по промпроизводству, судя по инвестициям и показателю ВВП, также отчеты были очень плохими, что в целом уже в понедельник должно было создать достаточное основание для роста европейской валюты, потому что евро, как я уже отмечал неоднократно, это валюта финансирования, которая используется для, опять же, фондирования сделок, ухода в защитные инструменты. Но вчера такая логика не действовала, может быть, трейдеры с опозданием решили использовать это по итогам уже, точнее, в понедельник это не действовало, но трейдеры решили присоединиться к этому сценарию по итогам вчерашней торговой сессии. Хотя, наверное, этот фактор можно обозначить в качестве триггера для рынка с большой натяжкой, но в целом мы имели, скажем, возможность наблюдать именно рост главного валютного риска по итогам вчерашней торговой сессии. Что будет сегодня? Конечно же, интересно, поскольку ровно сутки остаются до заседания Европейского центрального банка, где, разумеется, вернуться к вопросу обсуждения текущей монетарной политики и поднимут, конечно же, обозначат возможности более агрессивного выкупа активов. Ну, хотелось бы, конечно же, верить, если это произойдет, потому что в случае реализации этого сценария евро окажется под серьезным давлением. Но как оно пойдет на самом деле, покажет уже завтрашняя торговая сессия. Но даже если мы не услышим фактических решений, нам достаточно просто заручиться поддержкой, мягкий комментарий со стороны руководства ИЦБ касательно того, что программа количественного смягчения обсуждается, точнее ее расширение, и решение об этом уже не за горами. Даже этого будет хватать для того, чтобы не отказываться от идеи долгосрочного характера, предполагающей ослабление главного валютного риска против американского конкурента. Но в случае, конечно же, сюрпризов, на которые хочется надеяться, может быть, даже мы увидим уже и по итогам завтрашней торговой сессии неплохое ослабление главного валютного риска. Поэтому в качестве цели по европейской валюте против доллара, то есть по паре евро-доллар, как я уже отмечал, в идеале бы добраться до уровня 1.10. Что касается того, как войти в эту сделку, здесь можно использовать поддержку в районе 1.13. Актуальные котировки 1.13.59. Если средне-долгосрочные трейдеры увидят такие же, соответственно, медвежьи возможности, как вижу я по этому дуэту валютных коктейлов, значит, можно будет с уровня 1.13 нацелиться на значение 1.10. А потом уже будет видно. Что касается каткосрочных трейдеров, здесь также можно использовать поддержку 1.13, использовать параллельно еще и короткие стопы в районе 1.14. Но также неплохо бы замахнуться на уровень 1.10. Идем дальше. Доллар японская иена. Актуальная котировка 119.90. Вчера мы следили за конференцией руководителя председателя ФРС Жанет Йеллен, надеялись, конечно же, услышать комментарии по денежно-кредитной политике, ну и, возможно, о прогнозах по темпам экономического расширения, ну и фактических судьбоносных решений, которые должны были бы предполагать ужесточение монетарной политики. Но Жанет Йеллен не коснулась, ровным счетом, абсолютно никак действующего монетарного курса денежной политики и, по сути, опустила эти вопросы. Лично я был глубоко расчарован, но сутья то, что доллар не слабел по итогам торговой сессии вторника, а напротив, даже продолжил подрастать, в целом это как бы нивелировало мое расчарование, потому что все равно я вижу то, что доллар находится на подъеме и уже торгуется, собственно, снова на уровне поддержки 120. Что нужно использовать и иметь в виду касательно трейдинга сейчас пары USD-йена? Не забывайте о том, что у нас также в конце месяца рискует отметиться Банк Японии с возможностью расширения программы количественного смягчения. Текущий актуальный объем – это 80 триллионов йен в год. Возможно, эту программу расширит до 100 триллионов. И в последнее время, как я отметил в ходе вчерашнего брифинга, вероятность этих прорывных решений, судьбоносных для японской валюты и соответственной экономики, растет фактически с каждой неделю. Мы начинали больше месяца назад с процентной вероятностью в 10%, а сейчас вероятность того, что Банк Японии пойдет на это решение, уже по сути 50. Я думаю, что по мере приближения 30 октября мы сможем перевалить уже за этот промежуточный уровень в 0,5%, что в целом еще больше усилит верность и, наверное, оправдность подхода ожиданий того, что Банк Японии все-таки может действовать. Не забывайте также и про доллар. На прошлой неделе мы видели очень хорошие макроэкономические данные. Здесь снова стоит отметить данные по инфляции. Показатель удержался на положительной территории. Напомню, что этого не удалось сделать в рамках Еврозоны и Англии. Поэтому доллар молодец и, конечно же, молодец вся американская экономика. Для нас хорошая статистика по инфляции, а точнее даже не для нас, а для тех членов монетарного кабинета, которые будут голосовать за судьбоносные решения по ужесточению монетарной политики. Это также может быть еще один фактор, чтобы отдать голос за нормализацию денежно-кредитного курса. Собственно, спасибо статистике. По итогам вчерашней недели мы в прошлой неделе видели то, что этот фундаментальный фонд оказал поддержку американцу. И доллар продолжает расти против иены и сейчас. Как торгуем? Долгосрочная цель 125. Как я уже отмечал, в качестве уровня стоп-лосса можно отметить поддержку в районе 118.50. Как осрочным трейдерам, также сейчас не рекомендую делать ставку на селл американца против иены. Может быть, также использовать уровень 120, но уже с более консервативными тейк-профитами и, соответственно, стопами. Тейк-профит – это 118, точнее 120, 60, 70. Что касается стоп-лосса, но здесь также можно остановиться в районе 118.50. Это уж что-то наверняка. Если пойдет обратная тяга, обратный тренд, тогда USD иена сможет, наверное, забраться еще ниже. И уровень 118.50 является своего рода здесь сакральным значением. Фунт по итогам вчерашней торговой сессии смог в начале дня отличиться неплохим ростом, но отстоять его к концу торговой сессии не удалось. Причина роста – это комментарии представителей банка Англии Маккаферти касательно того, что британский мегарегулятор будет все-таки, наверное, повышать процентные ставки в самое ближайшее время. Очень абсурдное заявление. Я, на самом деле, даже не стал придавать ему какое-то внимание, поскольку помимо тех абсурдных заявлений, которые мы сейчас слышим, все-таки, наверное, объективно руководствуются реальной статистикой, фундаментом, который не создает оснований для повышения ставки. Как можно повышать процентную ставку в случае реально уже реализованной угрозы дефляции? Как можно повышать процентную ставку, когда экспорт падает на 9% за один месяц? Как можно ужесточать монетарную политику, которая по факту, опять же, своего решения предполагает усиление позиции фунта, что в целом окажет еще большее давление на конкурентоспособность национальных производителей? У меня такое ощущение, что руководство Банка Англии использует свои полномочия для спекуляций на финансовых рынках исключительно в своих интересах. Сегодня у нас будет конференция руководителя Банка Англии Кинга, то есть Экарни, простите. И я думаю, что если Экарни снова будет анонсировать возможность и по-прежнему имеющиеся предпосылки для ужесточения монетарного курса, тогда тут уже будут налицо факты личных спекуляций с их стороны. Но нам, наверное, лучше бы не поддаваться на этот новостной фонд, потому что все-таки больше оснований для долгосрочной или даже среднесрочной коррекции фунта. Поэтому в качестве цели по британской валюте против доллара можно использовать поддержку 1.54. Цель 1.51 либо 1.52, но это в зависимости от того, сколько вы хотите получить от рынка. Стоп-лосс можно поставить в районе 1.55.50. И в частности, если вы перейдете на дневные таймфреймы, вы сможете убедиться, что сейчас, точнее, по итогам вчерашней торговой сессии, у нас образовалась очень неплохая разворотная свеча, которую необходимо использовать. Это классика Билла Вильямса с очень хорошей ангуляцией. Обычно такие сигналы отрабатывают себя с точки зрения коррекционного движения. Также хотел пару слов сказать про пару USD-свести. Поскольку вчера вышли интересные данные по экспорту, он просел на 2.9%. Почему сейчас стоит делать акцент особый на трейдинг швейцарской валюты? Потому что, если мы видим снижение экспорта, здесь совершенно очевидно это происходит из-за того, что снижается способность национальных производителей и падают объемы, соответственно, поставок на территорию самого важного торгового партнера Швейцарии, это Европейский Союз. Поэтому, если мы готовимся к дополнительным мерам экономического стимулирования со стороны Европейского Центрального Банка, нужно прекрасно понимать, что эти меры приведут к серьезному ослаблению главного валютного риска. И Национальный Банк Швейцарии, он, по сути, остается без вариантов. Ему нужно будет действовать на опережение и проводить колоссальные валютные интервенции. Ровно такие же, ну, практически такие же, которые мы наблюдали в начале 2015 года. Поэтому нужно, чтобы швейцарский франк ослабел, динамичнее, быстрее, чем евро. Поэтому USD-свести, как мы и отмечали, долгосрочная цель – это район паритета. И учитывая то, что сейчас пара торгуется на очень низких уровнях, по сути, чуть выше значения 0,95, я абсолютно уверен в том, что на текущий момент на рынке созданы очень шоколадные условия для того, чтобы зайти в эту длинную сделку и, разумеется, ждать до последнего движения в район паритета. Потому что здесь, как ни крути, но Национальный Банк Швейцарии будет предпринимать и задействовать все инструменты для ослабления национальной валюты. Еще пару слов хотел сказать про новозеландца. Против доллара актуальная котировка 0,6741. Мы видели то, что вчерашнюю торговую сессию новозеландец закрылся понижением. В частности, это произошло по причине снижения цен на сухое молоко, которое является главным экспортным товаром для Новой Зеландии. Цены серьезно просили, практически на 5%. Я думаю, что это как раз аукивается общая негативная тенденция, характерная для сырьевых активов и снижения спроса. Поэтому не забывайте о том, что у нас есть еще и ожидание, предполагающее возможность еще одного снижения процентной ставки до конца этого года. А значит, создаются также очень неплохие условия для продаж новозеландца, особенно для тех трейдеров, которые еще не присоединились к этой сделке. Для долгосрочных трейдеров по-прежнему ждем движения в районе 0.63, для среднекодкосрочных трейдеров можно руководствоваться целью поближе, примерно в районе 0.65. В частности, трейдинг можно осуществлять даже с учетом текущих значений, но лучше, конечно же, подождать поддержки в районе 0.67 и там уже расположить селл-стопы, то есть отложенные ордера. Стоп-лосс можно будет при условии трейдинга от уровня 0.67 выставить на значение 0.68 и, разумеется, следить за тем, как ситуация будет развиваться на рынке сырьевых активов и, в частности, мировой экономики в целом. Собственно, на этом все. Что касается кодового слова, еще раз напомню, сегодня по причине очень, скажем, насыщенного махоэкономического календаря по Канаде, у нас кодовое слово «Канада» бонус 6%. Действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Ну и не забывайте также, что в 20.00 по московскому времени сегодня пройдет еще и выступление председателя Банка Англии «Карни», и оно будет определяющим для британца в рамках сегодняшней торговой сессии. Я думаю, что большая вероятность услышит все-таки негатив и объективную реальность того, что повышение процветной ставки, как я уже отмечал, не видать Банку Англии как свои к ушей. Большое спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, как и всегда, оставляйте их на нашем социальном канале на YouTube. Всего доброго. До свидания.